Субтитры делал DimaTorzok Псевдополитологу Павлу Усову Напомним, 25 июля он поддержал фейк и выкатил свой пост о состоянии общежития училища Олимпийского резерва в Могилеве На следующий день мы туда съездили, увидели реальную картину и выдали в эфир Комната на три человека Опять же, чисто, светло, новый, свежий ремонт И даже показали то, что стало основой для создания фейка За фотографии Могилевского общежития выдали скриншоты видео заброшки в Польше Павел, если вы не верите, то вот адрес Дания Съездите, посмотрите И вот, вместо того, чтобы принять свои ошибки и извиниться перед подписчиками, Павел Усов выдал комментарий к выпуску нашей программы Высказал сомнения в достоверности нашей съемки и добавил Чакаем новых актуальных доказов, что ж на сам речь отбывается у Могилевским интернате Олимпийского резерву Становится цикава, кто каже правду? Пишите А пока Павел чего-то ждет, его подписчикам давно все стало ясно Декущу ж таки фото фейк, по-моему, варто было удокладнить Мутный фильмец, конечно, но кадры есть кадры Подписчики вообще больная тема для Павла Посудите сами Всего их почти три с половиной тысячи А комментариев то сто, то три Согласитесь, так себе актив А знаете, когда такое бывает? Когда вместо подписчиков мертвые души Накрутил бота в себе Павел в октябре 2022 И не постепенно, а одним махом Четыре тысячи Скромно, Павел, скромно Учитывая, что сам канал был создан за месяц до накрутки Со временем подписчиков все меньше Даже боты сбегают А тем, кто остался после череды вбросов и фейков Вот что хочется сказать Если вам действительно интересны новости про вторые игры стран СНГ в Могилеве То подписывайтесь на нас в социальных сетях Там все по делу Неспокойно и с военными вбросами 1 августа Польша сообщила о том, что белорусские вертолеты пересекли польскую границу Причем сначала командование армии Польши заверило Что воздушное пространство страны не было нарушено Потом к делу подключились политики И, пожалуйста, громкие заголовки Наверняка подобным шумом Польша хочет оправдать наращивание военных сил на границе с Белоруссией Но не о том они переживают Послушаем главу нашего государства Делают ставку на Польшу На нас и Украину должны были Если в 2020 году не выдержали Нас бы в кучу И вот этот поезд от Балтики до Черного моря Польша, Белоруссия, Украина Санитарный кордон между Россией и Китаем На востоке То есть мы опять в серую эту зону должны были попасть Выстояли Вот они ставку делают сегодня на Польшу К сожалению, у поляков Пентагон холодно отнесся к вбросу про белорусские вертолеты Сейчас нечего объявлять о каких-либо дополнительных изменениях в составе сил НАТО Вы знаете, когда дело доходит до польской обороны То я бы отослал вас к министру обороны Польши Вообще зря Польша так ополчилась на Беларусь Мы вот от Вагнера их уберегаем Мы держим, их еще как-то обеспечиваем В противном случае они без нас бы просочились туда И вломили бы так этому Жешу и Варшаве, что мало бы не показалось Поэтому меня в этом упрекать не надо, а пусть скажут спасибо Павел Усов и об этой ситуации высказался Ну, как высказался Сделал копипаст, просто переписал слова президента Вот вам и контент политолога Вот вам и анализ ситуации Вот вам и борьба с режимом Александр Лукашенко рассказал, что с такими делать Гражданство можно лишить только тех врагов Которые живя здесь или где-то борются против нашей страны Мы же с вами хлебнули этого добра в свое время Только в этом проблема И в этом плане мы еще практически никого не лишили гражданства Но упреждающие они должны понимать Что если вы враги наши И боретесь против нашей страны Там санкциям прозываются эти лохушки Прочие тихушки Ну так что с вами возиться Павел Вранье всегда ведет к разрушению Ведь дело даже не в душевных муках За состояние комнат в общежитиях Заботе о спортсменах И о чем-то там еще Цель ваших фейков в том Чтобы дискредитировать Беларусь И заработать на этом просмотры Мы показали истинный расклад дел Теперь вашим подписчикам выбирать Оставаться на поводу Или думать своей головой А мы ставим точку на этой теме С вами была программа Все по делу, до скорого